Хорошо. Прежде чем поприветствовать следующего докладчика, я напомню такой флэшбэк, что было вчера. Вчера господин Сиротин объявил о том, что игры уходят из социальных сетей. У нас есть сейчас замечательная возможность послушать, что это на самом деле не так. Я права? Да. Поэтому давайте поприветствуем Максима. И он у нас представляет ВКонтакт. Всем привет. Меня зовут Максим. Я Developer Advocate в ВКонтакте. И здесь я на самом деле не для того, чтобы сопротивляться Леониду Сиротину и говорить, что игры не умирают в социале, потому что это полный бред и это совершенно не так. Я здесь для того, чтобы рассказать, кто такие наши игроки и что они из себя представляют. Немножко выдать статистики, которые мы раньше никогда не рассказывали, никогда не выдавали ни на одной из конференций. Кто же такие игроки ВКонтакте? Для начала я хотел показать данные по тому, где и сколько игроков у нас есть. На веб-платформе ВКонтакте у нас 37,5 миллионов месячных пользователей, которые играют в игры. На андроиде, на мобильной платформе на андроиде 11,8 миллионов. И на iOS 4,5 миллиона пользователей. Миллионы уникальных игроков, которые играют в игры. Для начала немного информации про мобильную платформу. Позже я расскажу подробнее про социальную платформу. Аудитория мобильной игровой платформы на iOS практически полностью порабощена женщинами, молодыми женщинами. И распределение игроков выглядит таким образом. Таким образом выглядит распределение соцдемо на андроиде. Здесь больше молодых пользователей. Они составляют около 35% от всей аудитории. Но ключевая аудитория, которая всегда всем интересна, от 18 до 34 лет, составляет больше половины, 55%. На iOS эта аудитория составляет 70%. Это к разговору о том, что в ВКонтакте сплошная молодая аудитория, и больше там никого нет. Молодой аудитории у нас всегда было меньше. И сейчас ее становится меньше, аудитория взрослеет. Что же наши пользователи делают на мобильной платформе? На мобильной платформе на iOS 450 тысяч уникальных ежедневных пользователей, которые играют в игры. 125 тысяч раз уходят в App Store на установку приложения ежедневно. Это число постоянно увеличивается с увеличением количества игр. Мы недавно открыли мобильную платформу, теперь на нее гораздо проще попасть. На андроиде пока что игр запускается гораздо больше, чем на iOS. Но вот это число, например, в сентябре составляло около 75 тысяч. То есть выросло практически в два раза. На андроиде у нас примерно миллион уникальных дневных пользователей, и они 400 тысяч раз уходят ежедневно в Google Play на установку игр. И, кстати говоря, о активности наших пользователей, когда они больше всего отправляют запросов, приглашений, постят на стены, проявляют какие-то активности в игре. На мобильной платформе это два пика с 10.30 до 13.30 и с 18.00 до 22.30. То есть график идет таким вот образом с двумя пиками. Теперь чуть больше информации про аудиторию на вебе. В нашем игровом каталоге на wk.com.slash.apps пользователей до 18 лет у нас примерно поровну мужчин и женщин. Глобально в разрезе всего каталога женщин на 4% больше, то есть 52% против 48% мужчин. И во взрослой аудитории женщин побольше. Женщины у нас любят головоломки, это один из самых устанавливаемых жанров. Всего у нас на вебе 9 миллионов уникальных пользователей в день, 37,5 миллионов уникальных пользователей в месяц. И ежедневно эти 9 миллионов пользователей устанавливают игры, которые находятся у нас в каталоге примерно 1,2 миллиона раз. То есть игры в каталоге у нас сейчас в веб-каталоге около 7,5 тысяч игр. На них приходится 1,2 миллиона инсталлов ежедневно. Какие жанры чаще всего устанавливают наши пользователи? Надеюсь, нормально видно. Самые популярные жанры это аркады, головоломки, симуляторы и 3D-шутеры. Несмотря на то, что Unity выпиливается из Google Chrome, игры очень успешно переводят своих пользователей в другие браузеры, в Яндекс.Браузеры, в Safari на Mac. В остальные, где Unity плагины еще поддерживаются, и количество пользователей после того, как Unity был выпилен из Chrome, не уменьшилось, и количество игроков в 3D-шутеры у нас постоянно растет. И активность по установкам и по всей остальной социальной составляющей игр на вебе находится между 15 и половиной 10 вечера. Самые популярные жанры у мужчин – 3D-шутеры, аркады, головоломки, симуляторы и гонки. Самые популярные жанры у женщин – это головоломки, аркады, симуляторы, привет к Лондайку, экономические игры и приключения. Теперь пара слов про то, в каких играх наши пользователи больше всего платят. Больше всего платят у нас в симуляторах, приключениях, аркадных играх, экономических, но это фактически фермы, и в стратегиях, 3D-шутерах. Симуляторы – это всем известный Клондайк, экономические игры – это всевозможные фермы, стратегии – передаем привет Плариуму, 3D-шутеры – передаем привет Контре Сити и остальным играм. У нас на платформе ежедневно больше 200 игр зарабатывает больше 5000 голосов, и больше 70 игр, 75, там колеблется часто, зарабатывает больше 10 тысяч голосов ежедневно. Список самых популярных жанров и жанров, в которых больше всего платят, отсортированный, то есть в левой колонке находится список игр, список жанров, которые чаще всего устанавливают пользователи, в правой колонке находится список жанров, в которых больше всего платят. Как мы видим, настольные игры не столь популярны. Но на самом деле, в количестве, то есть, например, стратегии и RPG находятся внизу по количеству денег, их не очень много устанавливают, но они у нас сосредоточены практически в руках Плариума и еще парочке компаний, которые делают эти игры. То есть, там денег в сумме меньше, чем, например, в симуляторах, но они распределены по меньшему количеству приложений. Самые успешные игры у нас на платформе, если вы планируете запускаться, кого нужно исследовать, досконально изучать, какие механики они используют, и на кого нужно равняться. Я думаю, все эти игры вам известны, за ними стоит следить, если вы хотите запускаться на платформе ВКонтакте. И немножко про метрики самых успешных игр у нас на платформе, чего можно добиться и к чему нужно стремиться, и на какие показатели нужно равняться, чтобы понимать, что эти цифры позволят вашей игре быть успешной на платформе. Цифры по ретеншину. Средние данные у 25 самых популярных игр на платформе такие. Цифры по арпу. От 3,5 до 7 голосов арпу у самых популярных игр на нашей платформе. В среднем популярные игры получают от 10 до 20 тысяч установок ежедневно в нашем каталоге. Это без учета рекламы и всего остального, без учета маркетинга. И самые успешные игры у нас зарабатывают от 50 до 80, в среднем, тысяч голосов в день. Понятное дело, есть исключения, которые зарабатывают в разы больше. Привет, елочки. И есть те, которые зарабатывают поменьше, но все топовые игры зарабатывают больше 20-25 тысяч голосов. May the platform be with you. Большое спасибо за внимание. У нас вопросы к спикеру. Здравствуйте, Сергей Шкаруба, Старк Студио. Спасибо за доклад, довольно интересно. Хотел бы еще у вас уточнить, не увидел здесь и статистики, и разрезы по платежам, разбитых по категориям пользователей, женщина-мужчина и по возрастам. Может быть, такая у вас еще есть? Я думал добавить эту информацию в доклад, но это были бы огромные выкладки с огромным количеством цифр, разделенные по возрастам 18, 21, 21, 24, 24, 27 и так далее. Я думаю, никто бы это не усвоил. Может быть, где-то ее... Я думаю, мы сможем добавить эту информацию в раздел документации для разработчиков, выбрать, например, средние данные за этот год, чтобы они были на виду. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Павел Ананьев. Вопрос такой. Существует ли какая-то форма фичеринга на платформе ВКонтакт? И как его получить, если он существует? Да, фичеринг у нас существует, и не один. Первый – это для новых игр, которые запускаются на платформе. Туда попадают практически все игры, которые выходят. Вторая форма фичеринга – это выбор редакции. Это редакторская подборка, вы можете подать в нее заявку, наши редакторы отберут и скажут, попадаете ли вы в нее сразу или нужно прокачать какие-то метрики для того, чтобы оказаться. Также мы развиваем механизмы подборок. Например, у нас есть подборка, набирающая популярность. То есть мы отслеживаем у игр после размещения в новых статистику, каким образом ведут себя пользователи, платят ли они, остались ли они в игре, они пошли ли графики вниз. И если все хорошо, то мы на неделю размещаем специальные подборки, набирающие популярность игры. Мы их отбираем сами, туда попроситься нельзя. По факту такой автоматический фичеринг платформы без вашего участия. Круто. И тогда вопрос, на что стоит рассчитывать, если… Ну вот, по вот этим категориям, да, новые игры и фичеринг от редакции. То есть какой объем там трафика? Объем трафика, цифры примерно такие. Новые игры приносят где-то от 40 до 80 тысяч инсталлов в неделю. Это, опять же, средние цифры. Есть те, кто получает 10 тысяч, есть те, кто получает 400. Выбор редакции более стабилен. Он приносит примерно 70-90 тысяч инсталлов в неделю. Здравствуйте. Меня зовут Павел Брель, портал DevBuy. В прошлом году я разговаривал со многими белорусскими разработчиками, некоторые из которых здесь представлены на плакате. И все они утверждали, что пиар в соцсетях, то есть именно касательно игр, абсолютно бесполезен. То есть можно гнать с трафик и сильно не заморачиваться. Во-первых, изменилась ли эта ситуация за последний год-полтора? Во-вторых, какие самые эффективные пиар-инструменты в рамках ВКонтакте вы можете назвать? То есть фичеринг и так далее. Эффективность каких из них падает и каких растет? Спасибо. Ну, эффективность фичеринга не падает у нас, потому что увеличивается количество пользователей, которые приходят в каталог. Мы работаем над тем, чтобы завлекать новых пользователей. И в глобальной истории, когда веб стагнирует везде, у нас он не стагнирует. То есть у нас растет количество пользователей веба. И, не говоря уже про мобилку. Так что приходят новые пользователи, которым интересно играть в игры. Мы промотируем каталог для них. И по поводу, какие методы самые продуктивные. Самое продуктивное, понятное дело, это получить фичеринг. Что-то другое сходу очень сложно сказать. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел уточнить, у вас есть много различных виральных механизмов, приглашения друзей, запросы, посты на стену. Как в хороших приложениях, насколько это увеличивает трафик? То есть числа какие-то можно узнать? Если виральные механизмы сделаны хорошо, насколько они должны увеличивать, по вашему мнению, трафик приходящий? Смотрите, лучше всего, понятное дело, виральные механизмы работают в казуальных играх. На примере нескольких популярных матч-3, типа фруктовой стороны, ищу героя, планеты самоцветов и инди-кота сокровищ пиратов. Например, лента активности, в которую можно после достижения уровней, заработанных очков, пройденные миссии в игре, может давать еще до 25% переходов в игру. Приглашения, запросы могут добавлять примерно 5-10% еще бесплатного трафика вам в игру. Посты на стену работают уже хуже, потому что они всех достали. Игры, мобильных приложений, именно в VK Games, когда захочешь, на iOS открываешь, там очень мало игр, поэтому меня интересует вопрос, насколько строгие критерии отбора? В наших мобильных каталогах на iOS и Android мало игр, потому что мы до этого работали по закрытой модели азиатских мессенджеров Line и Какао. Мы запускали платформу прошлым летом, хотели отбирать игры и выступать практически таким издателем, паблишером и продюсерским центром для игр. Но эта история не зашла. То есть она отлично работала в Корее, она отлично работала в Японии. Мы попытались сделать то же самое, и в российских реалиях оно оказалось ничем. Поэтому мы перезапустили полностью платформу, открыли ее в октябре, и сейчас для того, чтобы выйти на платформу, нужно просто внедрить наш SDK, сделать несколько небольших изменений в игре, то есть нам давать авторизацию, кнопку вступления в группу, приглашение пользователей, и игра может появиться в каталоге. По поводу того, что игр мало, ну смотрите, у нас было 11 игр в августе на iOS и Android, то есть сейчас на iOS 25 игр, на Android 40. То есть количество увеличилось там в 2,5, и тут в 4 раза. И игр добавляется все больше и больше. Признаю честно, что наша модерация разрывается, и не успевает просто все проверять. Собираетесь ли вы работать над каталогом? Потому что нет ни поиска, ни по жанру сортировки. Да, у нас пока что не вышел обновленный каталог на iOS, там просто список игр и лента активности. Мы обновим его после Нового года, то есть он уже готов, его полишат. На Android новый каталог уже есть, его можно увидеть в наших клиентах. Там есть блок ваших игр, блок новых, фичеринг, блок выбор редакции, рекомендуемые игры, деление по жанрам. Да, там будет поиск, но среди 30-40 игр смысла особо в поиске нет. Это когда игр станет там условно 100 и выше и больше, тогда мы добавим поиск. Спасибо большое. Еще? Как из-за видео, руки? Нет? Хорошо. Давайте поблагодарим спикера. Любой ценный источник информации, он всегда, я думаю, можно его словить. КОНЕЦе Продолжение следует...